Сегодня у меня в социальных сетях результаты на монеты, а также на 200 рублей. Каждые тысячи лайков, которые вы набираете, с меня равно 20 миллионов монет на ваш аккаунт. Чем больше лайков набираете, тем больше монет я для вас разыграю. Обязательным условием быть подписчиком моей странички в Instagram и подписаться на мой телеграм-канал и на мой ютуб-канал. Написать в комментариях, Влад, я участвую, хочу забрать монетки. Ну а также я лайкаю все ваши комментарии на протяжении 5 часов. Пацаны и девчата, к нам наконец-то вернулся большой футбол. С помощью моих друзей OneX вы сумеете приподняться нехило так. У них высоченные кэфы, также широченная линия спортивных событий. И недолго спортивных, а также еще киберспортивных. Так что как можно скорее, пользуйтесь моим промокодом у моих друзей и также сканируйте этот QR-код. Всю подробную информацию вы сумеете найти в середине этого ролика, а также в закрепленных комментариях. Друзья, всем приветствуем, Влад Капуса. Сегодняшний ролик я решил ровно поделить на две части. Первая часть у нас именно FIFA Mobile 21 версия, которая нас ожидает совсем скоро. Ну а вторая часть это прокачка моего основного аккаунта. Начнем, пожалуй, с самого основного. Первого числа я испортно выпускаю новые требования к FIFA Mobile 21 версии. И они нам намекнули о том, что у нас будет все-таки 100% межсезонье события. И с помощью того, что у нас будет событие межсезонье, награды, которые мы получаем в этом событии, они переходят на следующий сезон. Так что, ребята, ждем новый сезон. И тем самым мы понимаем, что новый сезон все-таки у нас будет. И все награды, которые мы получаем в событии межсезонье, они переходят в следующий сезон. И это здорово. Во-первых, пожалуй, стоит начать с самого основного. Чем выше рейтинг вашего состава, тем лучше награды вы получаете в следующем сезоне. Это принципиально важно. Так что, ребята, вам нужно сейчас что сделать? Максимально забрать все вот эти вот фрагменты рангов, которые вам дают. Прокачать рейтинг вашего состава. Но, конечно, лучше все это делать, как только выходит на событие межсезонье. Вот тогда вы будете понимать 100% что у нас будет происходить в следующем сезоне. И тогда вы сумеете сделать правильное решение. Бесплатный онлайновый браузерный футбольный менеджер. FootballTeamGame.com Там происходит куча всего интересного. Притом каждый день. Присоединяйся. Создай себе команду. Прокачай стадион. Собери топовых игроков. Создай собственного футболиста и тренируй его. Ты будешь открывать паки с предметами. Прокачивать их, обменивать и продавать. И станешь лучшим из лучших. А ссылка в описании принесет тебе при регистрации. Задаром 200 очков энергии в самом начале. FootballTeamGame.com Мы ждем. Приходи. Есть порс, выдвинули новые требования к вашим смартфонам, к вашим возрасте. Я понимаю то, что не все взрослые, не все себе могут позволить купить нормальный, хороший, жесткий такой смартфон, чтобы играть. Я честно, если тоже не имел хорошего смартфона, так что не переживайте. Вот только, ну, последние 2-3 года я могу себе позволить офигенный смартфон. Но! Я как делаю? Я покупаю каждый год разные смартфоны от компании Xiaomi. Почему покупаю там? Потому что там они стоят не особо дорого. Ну и максимальные топовые характеристики. У меня сейчас Xiaomi Mi 9T Pro. Я с ним проходил ровно год. Вот офигенный смартфон, ну, больше нечего сказать. Тянет абсолютно все, что только можно в FIFA Mobile. Смотрите, для iOS будет намного жестче требование. Я советую вам, если вам родители предлагают, то вы выбирайте вот смартфоны, которые вам 100% подойдут. Я понимаю то, что iOS устройство круче. Да, нереально приятнее, когда ты кайфуешь от того, что у тебя есть iPhone. Но! Смотрите, нюанс. iPhone нужно, чтобы у вас был от 5s и новее. Если вы хотите играть в равную игру, то вам нужно, чтобы у вас был iPhone от 7 версии. А 7 версия iPhone стоит дорого. 5s еще более-менее стоит не особо дорого. Но, блин, там манюсики экрана. Я не знаю, получите ли вы удовольствие от того, что вы играете на 5s в смартфоне. Так что лучше всего, если вам предлагают родители, или вы сами себе можете купить смартфон. Так что для того, чтобы вы стартанули уверенно в новом сезоне, берите толковый смартфон. Не советую покупать Huawei, потому что в прошлом сезоне были проблемы. И, ребята, самая огромная проблема, почему вот этот сезон, который у нас сейчас, он не особо уверенно зашел на просторах именно YouTube. Потому что слишком рано Esports его запустили. В сентябре, если я не ошибаюсь, у нас начался новый сезон. Как-то люди не успели отдохнуть даже от той FIFA, которая у нас была. И тут резко, бах, нам запустили новую версию. Это было неправильно. Сейчас, как я понимаю, 2 ноября у нас выходит новый сезон. И появляется в FIFA Mobile 21 версия. За это время, которое у нас сейчас будет, мы сумеем немного расслабиться, приблизиться к новой версии. И максимально жестко стартануть в новой версии. И получить самые жесткие награды за ваши составы, которые вы собирали на протяжении всего года. Ребята, отпишите прямо сейчас в комментариях, какой рейтинг состава вы сумели собрать за целый год, который вам давали Esports. Но я сейчас могу вам зачитать, какие требования есть для iOS, для Android. Но есть ли смысл от этого? Для режима атаки обычной игры вам нужно, чтобы у вас был всего лишь 5S iPhone, iPad Touch 6 поколения, iPod Air и позднее версии. И также iPad Mini 2 и новее. iPad Mini 1 не сумеет потянуть FIFA Mobile. Так, Android по крайней мере 1 гигабайт ОЗУ. Вот эти вот характеристики, которые я вам назвал, это максимально такие вот, ну, бюджетные характеристики. Esports специально так сделали. Я понимаю одно, то что с такими характеристиками вряд ли будет в FIFA Mobile 21 версии ресурсоемкая. Именно в плане того, что она не будет весить 2-3 гигабайта, она будет весить максимум гиг. И мне кажется то, что если будет не особо мной весить наши версии в FIFA Mobile, то вряд ли там будут такие жесткие обновления, как нам хотелось бы. Типа драфт вряд ли они добавят. Будет все один в один, как у нас было, возможно в следующей версии нам добавят карьерку и это будет реально крутое обновление. Для того, чтобы вы могли играть в равную игру, здесь конечно начинается все иначе. Вам нужно, чтобы у вас был от iPhone 7 версия, iPod Touch 7 поколения и новее, iPad Air 2, iPad Mini 5 и новее. Ребята, это на самом деле, ну, список такой не дешманский, чтобы вам не соврать. Вот короче, вот здесь по Android вы сейчас можете перед собой видеть, какие именно смартфоны подходят. Я думаю, даже если вы вашего смартфона не увидели, то мне кажется то, что он тоже подойдет. Но под равную игру не факт, а вот именно под режим атаки, под обычные именно различные испытания, которые для вас есть в Sports Battle, то изи подойдет. Но если вдруг вы хотите поиграть в равную игру, то вам придется покупать более-менее мощный смартфон. Вот так вот. Сейчас мы перейдем к моему составу, будем его чуть-чуть улучшать, будем обсуждать. Вы, если что, вы можете задавать мне абсолютно любые вопросы в комментариях. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить в комментариях. Только задавайте, пожалуйста, максимально такие вот конкретные вопросы, чтобы я сумел вам на них ответить. Так, редкий фрагмент ранга я получаю. Сейчас я буду прокачивать рейтинг своего состава. Я, кстати, с помощью события топ перспективных игроков сумел себе поднять неплохо так рейтинг состава. И сегодня мы тоже это будем делать. Давайте, пожалуй, к нам прикачнем ранг, повышение ранга. Давайте засунем рейтинг 93. Миллион монет. Я потрачу. Далее. Повышение ранга. Как же мне нравится это событие. С помощью этого события вот реально изи нафармить себе монетки. Легко повысить ранг своим игрокам. Да и вообще, просто-напросто легко улучшить состав. Кнабри, мы тебя прокачиваем. Так. Хорошо, на 12 качнули. И еще миллион 250 мы потратим. И останется еще один ранг качнуть игроку. Мне будет рейтинг 157 состава. Теперь я перехожу к карточке в Вайнруне. Повышение ранга. И давайте Теда закинем сюда. Миллион монет мы потратим. Вот такие вот дела. Сейчас у нас будет рейтинг состава 157. В Вайнруне мы качнули. Так. Ну, вроде как более-менее нормик. 157 у нас есть. А теперь мы переходим в раздел способностей. Листаем вправо. Я заберу самую основную награду, которую я дольше всего ждал. Это повышение рейтинга на 1. Усиление сохранности. И вот эту вот награду мы заберем. 1900. Блин, я обожаю эту награду. Просто это самое топ, что может быть для меня. А вот дальше придется немного позадротить. И сумею же получить самые основные награды. И дойти до финалочки. Полный набор мы открыли. Заберем награду. И эту награду заберем. Отлично. Теперь. Я перехожу в звездный абонемент. Здесь я буду собирать награды. Остается у нас 13 дней. Я вот, если честно, думаю, что звездный абонемент еще будет у нас в октябре. Вот что-то мне так кажется. Если у нас сезон будет длиться до 2 ноября. То все же мне кажется, что будет у нас еще один звездный абонемент. Я реально рассчитываю на него. Чтобы уже максимально сумел себе рейтинг повысить состава. Ну и возможно, кому-то из вас разыграет звездный абонемент. Если, конечно, вы будете поддерживать мои ролики лайками и подписками на канал. Так, набор звездного абонемента. Мы забрали себе усиление навыков. Да, понимаю, что награды платные. Но все же они крутые. Тренировочный опыт. 1.3 млн. Мы потратим. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Как мне стоит начать следующий сезон? С чего начать? Кого стоит собирать? Какой состав в следующем сезоне мне стоит начинать собирать? Я постараюсь прислушаться к вашему мнению. И постараюсь собрать состав на основе вашего мнения. Следующая награда у нас 7 млн. монет идет. Это пипецкая жесткая награда. Сдерживание. Хорош. Друзья, я прямо сейчас хочу качнуть карточку Санчо. Плюс 3 овер я ему сделаю. 8 млн. 400 я потрачу. Блин, это супер дорого, но я все же это хочу сделать. Санчо, пожалуйста, просто-напросто не подведи меня. Потому что у меня на твою карточку столько надежд. Характеристики мы улучшили. Капец, конечно. Супер дорогой выпуск мне выходит. Вот таким вот образом сейчас у меня вылез состав. Ребята, поддержите, пожалуйста, мой ролик большущим пальцем вверх. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы хотели бы, чтобы у меня было в следующем видосике. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока.